Слава Господу, что мы здесь, сегодня на этом месте, в Доме Божьем, у Его Святых Ног. И, может быть, сегодня даже мы не совсем понимаем в полноте, насколько мы блаженны, что мы здесь, в Его Доме, в общении с Ним и друг с другом. И только тогда, когда, наверное, войдем в небо, вот там, во всем том присутствии, мы осознаем вот эту милость Божию, Его Любовь до конца. И осознаем то, насколько мы с вами блаженны, потому что мы сегодня Его народ, Его дети, мы Его собственность, мы в Его деснице, мы в Его уделе. Именно об этом я хочу сегодня делиться. Братья предложили поделиться словом. И я буду продолжать ту тему, которую когда-то уже, когда в одно из воскресеньев был здесь, начинал, не совсем, может быть, ее смог до конца сказать, как-то смутился, потому что мне трудно говорить в таком большом служении. Я живу в деревне, где маленькая церковь, мы все близко друг к другу. Но сегодня брат Саша начал такую, знаете, хорошую тему. И я назову свое слово, которым буду сегодня делиться с вами. Христианство и религия. Христианство и религия. Как уже мы слышали сегодня, что бывает так, что-то случается с человеком, который долгое время верует в Бога и читает Библию, хорошо ее читает. И знаете, может такое произойти, к сожалению, в этом мире, что вот то хорошее знание Библии может нам послужить недобрую службу. Вы поймите, когда я буду говорить дальше в продолжении служения, о чем я имею в виду. Потому что сегодня религии очень много, к сожалению, очень много. Я не буду говорить о этом мире, о какой-то ереси, еще о чем-то сегодня много, о лжерелигии. Но я буду говорить только вот о христианстве, о том блаженстве, которое мы с вами имеем, надеюсь, я так верю, когда Бог призывает человека. Мы знаем, друзья дорогие, когда Иисус вышел на служение, первое, что Он сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. И еще Он сказал, покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие. То есть причина, почему нужно покаяться человеку, потому что сегодня Бог хочет славу нашему Господу совершать свое служение, совершать дело спасения, являть свою любовь, являть свою славу для всех людей этому миру и разрушать дела тьмы, дела дьявола. Для того и явился Сын Божий, написано, чтобы разрушить дела дьявола. Причина покаяния именно в том, чтобы все люди перестали служить сатане, перестали делать грех, как мы обычно говорим, верующие люди, перестали удовлетворять своей гордости, но действительно стали верою послушной, святому Богу, у которого совершенная воля, благая и святая, слава Ему, слава Господу. Я буду читать из книги «Деяния апостолов» с первой главы, с первого стиха. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеления апостолам, которых Он избрал, которыми явил Себя живым по страданию Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней, являясь ими, говоря о Царстве Божием. «И собрав их, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израиля?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самаре, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Мы видим, друзья дорогие, что Иисус Христос, служа на этой земле, находясь во плоти, какое-то время Он покинул землю, и сегодня одесную Богу. И евангелист Лука пишет, что «Первую книгу я написал тебе, Феофил, о всем том, что делал Иисус, живя на земле». Евангелие от Луки повествует нам о царствовании Иисуса Христа, о царствовании Божьей славы на земле. Вторая же книга говорит о том, что сегодня Иисус Христос царствует с неба, царствует через Свою Церковь Духом Святым. Я прочитаю еще одно место, это «Эфессианам». Первая глава, с 16 стиха. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровению к познанию Его, и просветил Отче сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив из мертвых и посадив одеснуя себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы, и господства, и всякого имени именуемой не только в семь веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Слава Господу! Библия здесь говорит, я замечу сразу, забегая вперед, смотрите, веровать мы не можем нашей верой человеческой. Есть человеческая вера. Мы читаем Библию, да? Душевную. Но Иисус говорил, Марка 11, 23, «Имейте веру в Божию». Павел говорит, я веру сохранил. Какую? Конечно, христианскую. Конечно, и евангельскую. Библия говорит, один Бог и одно крещение. И одна вера. Это та вера, друзья дорогие, которая пришла к нам с неба. И Петр, когда у красных дверей храма исцелил этого храмового, то он что сказал? Вера, которая от него даровала ему исцеление. Слава Господу, друзья. Мы должны веровать. Веру и Божию. Вот здесь так и написано. «И как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих, по действию чего? Державной силы Его». Державной силой. Вера – это не мое убеждение. Это дар Божьей благодати. Когда я открыл ему мое сердце, и человек стал верующим. Он стал веровать в невидимое, друзья дорогие. Слава Господу. Мы прочитали, что Иисус Христос вознесся на небо. И Он вчера и вовеки тот же. Скажите, пожалуйста, Он сегодня царствует? Аминь. Кто-то говорит правильно. Но как царствует? Духом Святым. Через свою Церковь. Вот почему я сказал, друзья дорогие, мы блаженны. Потому что, знаете, религия – это когда я начитался Библию, я хорошо ее знаю, и вы хорошо знаете. И любой человек, если он почитает ее несколько раз, он будет знать эти заповеди. Это когда я, как я понимаю, как у меня получается, как я думаю, как я хочу, я служу Богу. Это религия, друзья дорогие. Христианство – это когда Бог берет доверяющий Ему человеку. Сосуд, который полюбил его и предал себя Ему и говорит, Господи, не как я хочу, а как ты. Это Бог берет этого человека и им совершает чудеса на земле, совершает спасение, влагает его сердце слово, как сегодня говорили, с благодатью, живое слово. Сосуд, наполнено жизнью, и этот человек идет и возвещает эту весть спасения, и возрождается новая жизнь в том сердце, который принял это свидетельство. Это Божье помазание. Он сегодня царствует, и я здесь прочитал, и поставил его превыше всего главою церкви. Друзья дорогие, в этом мире, мы читали про женщин, 12 лет страдавших кровотечением, мы знаем, в этом мире очень много бед. К врачам идут, к экстрасенсам идут, вовсюда идут, все издержали, все попробовали, ничего не помогает, куда идти, ну схожу в церковь. Друзья дорогие, к нам с вами. Последняя инстанция, представьте себе, они там везде побывали, никто не помог. Кто может помочь? Я? Нет. Но благодать, которая со мной говорит апостол Павел. Руками же апостолов написано, Бог творил великие чудеса. Руками апостола Павла, он совершал великие чудеса. Так что, говорит, платки от его опоясания накладывали. Наша с вами задача посвятить себя Богу, довериться Ему, полюбить Его служение, поверить в Его державную силу, понять, что Он говорит, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом. Предайте члены тела вашего в жертву живую, благоугодную Богу, для разумного служения Слава. Не мечтайте о себе, но доверьтесь, посвятите, храните себя, и Бог употребит на дела святые, и конец вас будет, жизнь вечная. Слава Господу, друзья. И таких очень много мест. Помните, я в то воскресенье читал, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Ни не погиб, но имел жизнь вечную». Примирившись с Богом, мы спасаемся сегодня жизнью Его, друзья. Жизнью Его. И когда мы принимаем Иисуса Христа как жизнь, как новую жизнь, эта жизнь действует, слава Господу. И это есть церковь, полнота, наполняющая все во всем. Когда-то Игорь Азанов здесь говорит, для Бога и без Бога. Помните эту проповедь? А Саша Мартьянов говорил, что жертва, не освященная Духом Святым, вообще неугодна, то есть не вдохлена Духом Святым. Вот здесь очень важно, друзья, дорогие, довериться Богу, смириться пред Господом, покориться Ему, потому что не как я хочу, но как хочешь ты, Господи, кому хочешь ты, когда хочешь ты, потому что я могу избирать, вот этому буду служить, а этому не буду служить, этот мне нравится, а этот мне нравится. И все, и все, я скатился на религию. Я знаю Слово Божие, я буду Ему говорить, но оно что? Оно будет неживое. Но когда я молюсь и говорю, Господи, что хочешь ты? Как повелишь мне? Господи, я хочу предать себя Тебе, потому что Ты отдал себя для меня. И сегодня я Тобой живу. Павел говорит, для меня жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. Это, конечно, это относится, может быть, и к конечному этапу, но я скажу, что, друзья, дорогие, Он говорит, я каждый день умираю. Вот когда я каждый день умираю, Он живет. Он живет. Для меня, говорит, жизнь – это Христос. И поэтому наше посвящение, наша любовь к Нему, Он и наполнит такой любовью, друзья, дорогие, что мы будем любить грешников. Мы действительно будем молиться за обижающих нас, за гонителей наших. Мы пойдем и будем раздавать свое имение тем людям, которые сегодня погибают, их враг обманул, обворовал. Ведь, знаете, друзья, дорогие, я посмотрел в репцентре, да там больше талантливых людей и мощных людей таких. Знаете? Но дьявол, зная, их и захватил в свою волю написанную. Им только нужно помочь. Слава Господу, друзья. Слава Господу. Галатам 2.20 написано, «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя для меня». Он предал Себя. Мы на каждой вечере что делаем? Мы наполняемся Его жизнью, друзья дорогие, чтобы не жить по-человечески, чтобы не делать этот театр, придумывать какие-то мероприятия или еще что-то. Потому что, когда приходит пробуждение, то это кто пришел, друзья дорогие? Это пришел Иисус. Не мы нужны людям. Им нужен кто? Им нужен Иисус. Он исцеляет, Он спасает, Он изгоняет бесов, Он освобождает людей от зависимости. Это когда Он в тебе и во мне, друзья дорогие. А для этого, вот эта жертва, храм этот, мы должны, ну как сказать, соблюдать в Его, ну так скажем, чистоте и святости, в Его желаниях, в Его стремлениях. И еще прочитаю одно место, это Евангелие от Иоанна, в заключении, 14 глава должна быть. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами, Духа истина, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, они не рождены свыше, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас вбудет. Не оставлю вас сиротом, приду к вам, еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Друзья дорогие, я буду сейчас молиться, и мы все будем молиться, чтобы действительно, друзья дорогие, наступил этот день в нашей жизни, чтобы мы поняли, что мы в Нем, а Он в нас. Вот в Деянии, в первой главе я прочитал, Он говорит, «Вы примите силу, и будете Мне свидетелем». Иногда люди говорят это об языках и молятся о крещении Духом Святым, ища языки. Друзья дорогие, но крещение Духом Святым это не языки. Языки – это всего знамение. Нужно искать силу. И когда ты получил силу, у тебя будет знамение.